Бандеровские агенты Кремля повесят немца Штайнмайера на первой гелике. Общество, новость Украины 6 октября 1841 Бандеровские агенты Кремля повесят немца Штайнмайера на первой гелике в Киеве проходят массовые акции националистов против плана мирного урегулирования в Донбассе. Илья Сергеев, комментарии в просмотров 4310. На фото, во время акции против подписания формулы Штайнмайера у Офиса президента Украины Владимира Зеленского, фото, зима уа слэш, таз. Воскресный киевский полдень, на Майдане незалежности стартовала вече желтых повязок. Название не случайное украинские войска лепили на рукава желтый скотч в зоне так называемой. Ата. Толпу неонацистов ведет рух сопротивления капитуляции. Так они именуют новое движение против особого статуса Донбасса. На Майдане бушуют сторонники Порошенко, боевики правого сектора. Побратимы из батальона ОУН. Ждут колонну под командованием белого вождя Андрея Белецкого. По факту именно он командует карательным полком АЗОВ одним из самых боеспособных и жестоких формирований нацгвардии. Белецкий только разогревается. Большинство его бойцов покинули Восточный фронт и сконцентрировались в Киеве. Собственный антиштайнмайер марш АЗОВцы планирует на 14 октября праздник Покрова и день основания Бандеровской армии УПО, который стал официальным днем защитника Украины. Напомним, формула Штайнмайера подписана 1 октября в Минске на заседании трехсторонней контактной группы. Ранее согласованный с ОБСЕ членами нормандского формата документ якобы регулирует процесс предоставления особого статуса Донбассу. Тем же вечером взбудораженные националисты пришли под здание офиса президента на улице Банковой в Киеве. Через пару дней наци-протесты развернулись в крупнейших городах страны, включая Одессу, Харьков и Днепр. В чем суть последней Минской договоренности? Итак, предлагается следующее. Луганская и Донецкая республики проведут местные выборы на своей территории, но в соответствии с украинским законодательством. Киев готовит для Москвы очередную партию сторонников русского мира. Зачем Украина берет в плен своих собственных граждан? Вот такую формулу предложил в свое время экс-глава МИДа Германии, председатель ОБСЕ Франк Вальтерштайнмайер. Единственный вопрос, на который нет ответа, что может помешать украинской стороне провести кровавую зачистку Донбасса уже после вышеперечисленных манипуляций. О поражении в гражданских правах и фильтрационных лагерях для вредного элемента, о необходимости тотальной зачистки населения после так называемой. Деоккупации твердят в Киеве буквально все от Дмитра Яруша до первых лиц в нынешней команде президента Зеленского. Подробные планы спецоперации на возвращенной территории разработаны командованием СУ, СБУ и Национальной гвардией. Там будут активные мероприятия спецслужб. Кто оставался нашими, будут очень точно пальцем показывать на самых активных. Мы перемелем там все, поясняет военный эксперт Арестович. По факту получается, Донбасс отдадут на расправу. Предельно ясно, что минимальные милицейские формирования ничего не смогут противопоставить карательной машине Украины. А когда развернется масштабная резня и прольется большая кровь западные члены нормандского формата лишь разведут руками, как нехорошо получилось. Они даже извиняться не будут. Ведь не извинился же никто из европейских дипломатов, гарантировавших выполнение соглашения Януковича с оппозицией во время Евромайдана. Соглашение предполагало создание правительства национального единства и досрочные выборы президента. На этой формуле в феврале 2014-го настаивали все тот же Штайнмайер, верховный представитель ЕС Кэтрин Штан, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикарский и экс-глава внешнеполитического ведомства Франции Лорайн Фабиус. А вскоре сам Виктор Федорович признается, меня кинули, как лоха. Сегодня большие люди вновь играют очередными формулами. Хорошо бы понять, кто кого, в конце концов, кинет. Тем более, нынешнее событие слишком похоже на очередное украинское дежавю. Роковой зимой 2014 Россия окончательно подошла к точке невозврата Крыма и Севастополя. Растянутая во времени, эта потеря вдруг приобрела стремительный темп. Соглашение Януковича и оппозиционеров, подписанное под нажимом западной дипломатии, фактически гарантировало легитимный переход украинской власти к майданным силам. То есть, Украина вполне законно получала нового президента Бандеровца и новую, насквозь националистическую Верховную Раду. Кроме прочего, такая Рада ни в коем случае не собиралась пролонгировать договор о базировании Черноморского флота в Крыму. Наоборот, сразу собиралась денонсировать его. Хотя никакой денонсации не требовалось. Договор и без того заканчивался в 2017 году. В Севастополь готовился войти 6-й флот США, чтобы остаться тут навсегда. До сих пор страдая от фантомных болей, Газдеп не устает называть главные условия отмены антироссийских санкций возврат полуострова Украине. Ведь изначально крымские военно-морские базы и аэродромы являлись чуть ли не основным мотиватором американского вмешательства в украинские дела. Волынская резня заставила Зеленского сесть на шпагат. Киев разрешил полякам эксгумацию тел жертв Бандеровской бойни в годы войны. Что дальше? Сегодняшняя формула Штайнмайера гарантированно способна отдать Донецк и Луганск в руки украинских националистов. Причем без всякой защиты от расправ, от массового политического террора. Это станет полной потерей лица России. И на следующих выборах Владимиру Путину придется объяснять, почему бандерлоги все-таки смогли перерезать горло непокорному Донбассу. Однако все будет как надо. Хотя бы потому, что на Украине достаточно очумелых поросюков. Горсоветы Сум и Кировограда Кропивницкого, а также облсовет Хмельничины выступили против формулы Штайнмайера. Депутаты призывают президента Зеленского не предоставлять особый статус Донбассу, а проведение выборов в неподконтрольных районах провести исключительно после того, как украинские пограничники возьмут под полный контроль участок границы между ЛДНР и Россией. По их требованию, выборы на Донбассе могут пройти только после полной паспортизации местного населения, после проверки всех жителей на наличие гражданства РФ и на сотрудничество с московским оккупационным режимом. Также предлагается в случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не фейковое, как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую будут держать до полной деоккупации этих территорий. В общем, даешь войну до полной перемоги. Потому отдельный пункт обращения не допустить отводов с укрепленных позиций. Патриотические силы Верховной Рады должны заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. С похожими заявлениями к Зеленскому выступили Тернопольские и Ивано-Франковские областные советы. Тернополь призывает участников Ассоциации городов Украины выйти на Майдан Незалежности или под стены парламента. На последней сессии Львовского областовета принято заявление о недопущении капитуляции Украины в российско-украинской войне. За единогласно проголосовали 66 присутствующих депутатов. Во Львове подчеркивают подписание Киевом формулы Штайнмайера разменивает перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения с бывшей митрополией, что в итоге снова сделает Украину частью России. Даже на Харьковщине создан штаб сопротивления капитуляции. Такое впечатление, что самого пана Штайнмайера эти доброди готовы повесить на ближайшей гелике. Своё веское слово сказал один из главных бенефицаров всеукраинского Генделя Игорь Коломойский. В интервью Яры Русофобскому сайту Censor.net Олигарх откровенно издевается над Минскими соглашениями. Предупреждает, мол, никакого пересмотра Конституции и особого статуса Донбасса они не допустят, ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом. Потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в Конституцию, федерализацию, Конституции отдельных республик, за прочий бред. От Запорожской сечи до Майдана. Трудная жизнь нации подростка Тарас Бульба как энциклопедия украинской жизни. Вместе с тем, от Коломойского прозвучало одно вполне разумное предложение сосредоточиться на гуманитарных вопросах, а линию Донбасского разграничения превратить в границу. И еще характерные подробности нынешнего воскресного веча желтых повязок. На Киевском Майдане собрались больше 10 тысяч активистов. Прибыл Олег Тегнибок, другие неофашисты. Со сцены подтвердили, у нас есть оружие, мы защитим Украину. При этом многие говорили по-русски. Известный наций Андрей Левус заявил, если власть не откажется от капитуляции, грянет начало-конца режима Зеленского. На покрова националисты обещают штурмовать офис украинского президента. 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельностью украинской повстанческой армии, правого сектора, УНАУНСа и Трезуба им. Степана Бандеры, Организации Братства. Их деятельность на территории России запрещена. Изображение шеврона в батальон АЗОВ, признано экстремистским решением Фрунзенского районного судага. Владимир 30 ноября 2015 года и внесено в федеральный список экстремистских материалов под П-3269. Новости Украины. От Запорожской сечи до Майдана. Трудная жизнь нации подростка. Новости политики. На Украине рассказали, когда восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.